Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Мы не всегда знаем, что нас ожидает в следующий момент. Но судьба любит делать сюрпризы. Так молодая девушка Кейси из Калифорнии просто очистила конюшню, когда услышала тоненький писк, который ей очень сильно напоминал кошачий. Тогда она даже не подозревала, что найдет себе питомца. Девушка была очень удивлена, когда увидела, как маленький пушистый комочек бежит ей навстречу из кустов и жалостливо мяукает. Поначалу, когда Кейси услышала звуки возле конюшни, она решила, что это птица. Но осмотревшись, так ничего и не увидела. Но вдруг одна из лошадей стала смотреть в сторону кустов неподалеку, и девушка автоматически двинулась туда. Тоненький писк становился все громче. И вот, когда Кейси подошла ближе, чтобы посмотреть, кто там спрятался, маленький комочек побежал ей навстречу. Он бежал из кустов и кричал, сколько хватало сил. Он был очень напуган. Девушка быстро взяла его на руки и отнесла к себе в дом. Состояние котенка вызвало у нее тревогу. Он был очень маленьким и худеньким. Было заметно, что котенок безумно голоден и обезвожен. Когда Кейси набрала в миску воды и поставила ее перед котенком, он выпил ее всю, до последней капли. Он очень сильно хотел пить. Потом девушка решила, что нужно позаботиться о еде и пошла в магазин за специальным кормом для котят. Он сначала слопал целую упаковку. Потом Кейси выкупала малышей и осмотрела на наличие блох, которые, конечно, на нем были. Пришлось и с ними повозиться. Ведь они очень сильно доставали котенка, и он постоянно чесался. Кейси назвала своего нового питомца Китти. И после всех процедур, когда она покушала, ее вымыли, наконец-то животное смогло расслабиться, и Китти легла на кровати и крепко уснула. Она чувствовала себя в безопасности. На следующий день Китти было просто не узнать. Это уже был не перепуганный котенок, а жизнерадостная кошечка, которая бегала по всему дому в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве игрушки. В доме у Кейси были и другие животные, уже большие. Но для Китти это не стало проблемой. Она легко шла с ними на контакты, сразу попыталась подружиться. Так Китти мало-помалу стала привыкать к новой жизни, где ее любили, они заботились и ухаживали. Прошло несколько месяцев, и Китти стала полноправным членом большой семьи. Кошечка все время проводила в компании собак, которые жили в доме у Кейси. Для девушки Китти стала первой кошкой в доме, и поначалу девушка очень боялась, как огромные собаки воспримут маленького котенка. Но все ее опасения были напрасными. Похоже, вечная вражда между собаками и кошками осталась давно в прошлом или же в старых мультфильмах. С первых дней Китти удалось завоевать расположение собак Кейси. Котенок постоянно с ними заигрывал и вынуждал с ними играться. Они пытались показать свою грозность, но Китти это только раззадоривало. Так, спустя пару недель Китти уже спала вместе с собаками в их домике. Любила маститься на спину пса и так спать всю ночь. Кейси была приятно удивлена тем, как кошка смогла получить расположение двух больших и грозных собак. Да еще и так, что они не просто с ней играли, а также и защищали от других котов, когда они гуляли по улице. Наверное, потому что Китти была очень милой кошкой и настоящей красавицей. У Китти были огромные глаза серого цвета, и когда она на тебя смотрит, хочется просто взять ее на руки и крепко обнять. Еще у Китти была очень интересная окраска. Большая часть ее тела была покрыта черно-коричневой шерстью, а вот мордочка была белой с пятнами коричневого, и лапки у нее были тоже белыми. Когда Кейси ее нашла, она выглядела не просто худой, а еще и почти лысой. Местами шерсть была отодрана елочками. Но когда за котенком стали ухаживать, шерсть отросла и была очень густой и приятной на ощупь. Кстати, спустя четыре месяца, как Кейси нашла Китти, она принесла в дом еще двух найденных котенков. Они тоже были брошены на произвол судьбы, и девушка просто не могла оставить их на улице. Все ее питомцы раньше были бездомными, и у каждого своя печальная история. Но всем им повезло встретить на своем пути благородную Кейси. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт Астроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.